Приветствую вас дорогие друзья, с вами я Анастасия Час. Сегодня пятница, 14 октября, последний рабочий день недели и грядут выходные. Ну, а это очередной обзор по основным валютным парам. Итак, начинаем мы традиционно с пары евро-доллар. Какие ожидания у нас сегодня по этой паре? Ну, смотрите, давайте я увеличу. На днях нам показывает, что произошло пересечение и тренд восходящий будет. Ну, не обязательно, видите, пока сегодня не исходящий. Ну, то есть показывает, что произошло пересечение и уже мы сейчас пойдем вверх. Вот, то есть, смотрите. Так, еще уменьшим. Я вчера выкладывала очередной лайфхак биржевой торговли. И показывала, как проводить вот такие вот линии. Вот я сегодня решила именно по этим линиям провести и показать вам, что нас ожидает, да, на сегодня и как они вот работают. Вот, посмотрите, я их провела. Кто не понимает, значит, перейдите, пожалуйста, по ссылке. И перейдите по ссылке и посмотрите лайфхак. А потом будете смотреть сегодняшний обзор, чтобы понимать. Смотрите, мы сегодня вот на открытии пошли вниз. Верхние вот линии мы пробили и дошли до разворотной линии дня. Разно нам на днях показывают, что мы все-таки разворачиваемся вверх, пересечении пойдем вверх. Но пока находимся ниже вот этих. То есть, вот канал как бы открыт внизу. Там линии еще внизу, там далеко. Вот, значит, все зависит от того, что закрепимся мы вот здесь выше разворотной линии дня. Разворотная линия дня находится на уровне 101,1,1,1,96. Вот, и дальше вот посмотрите. Ближайшая цель, то есть при развороте вверх, ближайшая цель это 1,110,30. Вот волшебный индикатор всегда стремятся туда, когда разворачивается. Ну, цели, к примеру, остаются все цели вверху, а у евро так получается, что остались все цели вверху. Внизу практически никаких целей нету, свободны, как говорится, падения. Вот, на каждом таймфрейме. Поэтому, смотрите, ближайшая цель, возможно, сегодня, значит, придем сюда, повторюсь, 110,1,110,30. Следующая цель, вот, находится здесь, 1,115,70. Ну, 1,115, потому что, ну да, где-то 1,100, даже не 115, а 114, возможно, 70. Вот где-то вот здесь вот. Посмотрим, что произойдет во второй половине дня. Ну, по крайней мере, я повторюсь, пересечение показало нам, что мы разворачиваемся наверх на днях, то есть смена тренда на восходящий. До сих пор был нисходящий, но пока еще нисходящий, пока еще нет конкретной такой уверенности. Уверенность появится после того, как мы пробьемся выше, вот, волшебного индикатора, еще даже сюда откатим к волшебному индикатору, то есть закрепимся выше, тогда можно становиться наверх, да, buy. Это относительно пары евро-доллар. Следующая пара у нас пара доллар-франк. Какие ожидания у нас сегодня по этой паре? Значит, на днях нам показало пересечение, что мы поворачиваем вниз, то есть, вот, сейчас покажу, вот оно, пересеклись, показало пересечение, мы поворачиваем вниз, ну, и пока мы, наоборот, идем вверх, по-моему, я и говорила, вот, идем отрабатывать, уже отработали, вернее, разворотную линию дня, но и здесь вот окончание мувингов, и здесь вот находятся линии, которые я провела, ну, проводите, сами тоже увидите у себя на графике. Пока что даже какое-то время, возможно, вот, телепания в этом диапазоне, то есть, диапазон 0,9, так, какой тут, 0,988,33, это разворотная линия дня, и 0,986, вот, где-то, возможно, телепания в этом диапазоне, ну, и дальше ожидание вниз, то есть, мы, скорее всего, придем, первоначально протестируем волшебный индикатор, это 0,984, где-то, ну, и дальше вниз, вот, следующая, 0,982,70, ну, и вот, следующая цель, аж где-то 0, 0, я сейчас посмотрю, еще, там, подвинуть, 0,978,50, вот, где-то так, ну, такие вот у меня предположения, что все-таки мы пойдем вниз, хотя, вот, видите, сейчас, наоборот, движение восходящее после открытия, ну, вот, видите, пришли, протестировали, прям тютелька в тютелька, но и здесь окончание мовинга, линию дня, разворотную линию дня, вот, такие ожидания, ну, в случае пробоя, все-таки, там, я не знаю, на новостях во второй половине дня, в случае пробоя, значит, цель вверху 0,991,22, ну, и, возможно, выше, да, но пока что вот такой вот диапазон работы по паре доллар-франк. На очереди у нас следующая пара. Пара фунт-доллар. Что мы видим по этой паре, какие у нас ожидания на сегодня? Показывает нам пересечение на днях, вот, что мы пересечись, но пересеклись, но очень такое слабое пересечение, то есть, возможно, сильной волатильности не будет, но кто его знает, фунт иногда показывает такие фортили, то есть, показало пересечение, что мы собираемся наверх, да, но видите, что уже вчера, как бы, мы пошли, сегодня вот еще не лоу не обновили, но вот мы пробили разворотную линию дня, она на уровне 1,220,18, и пока, и вот линия, которую мы проводили, находимся пока что ниже. Все зависит движение внутри дня, от того, вот, пробьемся мы здесь, выше закрепимся, значит, следующая цель у нас, вот, где-то, если мы разворачиваемся наверх, вот, где-то у нас 1,231,82, ну, и здесь вот волшебный индикатор находится дальше, еще следующая цель, при пробой еще выше, следующая цель, ой, достаточно там высоко, то есть, здесь надо посмотреть волшебный индикатор на других таймфреймах, ближайший, вот, давайте посмотрим, о, H1 тоже на 5 минутках, вот, на 5 минутках, смотрите, волшебный тут совсем близко, вот, на 30 минутках тоже достаточно высоко, то есть, после закрепления именно выше волшебного индикатора, тогда дорога вверх, как бы, ну, смена тренда на днях, на некоторое время, да, будет иметь место, ну, это вот такие, ну, в случае, да, если мы закрепимся все-таки ниже волшебного, ниже разворотной линии дня, значит, вот, дорога вниз у нас открытая, цель приблизительно, что у нас тут находится, 1, 205 и 205.16, 205.30, вот где-то так, ну, и, возможно, ниже, вот такие ожидания по фунту доллара на сегодня, и следующая пара у нас, ну, что ж, на экране у нас пара доллар-иена, какие ожидания у нас сегодня по этой паре, ну, давайте переключимся на днях и посмотрим, увеличим, посмотрим, что нам показывает, одни нам показывают тоже пересечение, смена тренда на нисходящий, вот, но, правда, пересечение не очень такое ярко выраженное, поэтому посмотрим, что в течение дня нам показывает, ена, видите, хоть и показывает нам нисходящий, но мы после открытия, даже вчера, вот, пробили волшебный индикатор, и, как бы, не закрепили, все-таки пошли еще раз, вот, пробились и вверх, и откатили к нему, еще раз пошли вверх, дошли до разворотной линии дня и пробили ее, сейчас вот, как было чуть-чуть закрепление выше, но вот получилось, как ложное такое закрепление, и мы все-таки разворачиваемся, отсюда вниз, от разворотной линии дня, она находится на уровне 103, 974, все зависит от нее сегодня, где мы закрепимся, выше или ниже, если закрепимся ниже, возможно, еще какое-то время мы будем, скажем так, работать в этом, таком узком, небольшом диапазончике, вот, между разворотной линией дня и волшебным индикатором, где-то на уровне 103, 720, вот, где-то вот так вот, здесь вот, видите его, но если мы закрепимся, можем еще раз взмахнуть вверх, до уровня, какой тут у нас, 104, 670, 670, 675, где-то возможно, но возможно, прямо вот отсюда мы и пойдем дальше вниз, пойдем к волшебному индикатору, и дальше вот, еще у нас линия, трендовой линии, вот, которые мы нарисовали, посмотрите, напоминаю, посмотрите, денежный лайфхак, и вы увидите, как, поймете, как это проводить, ну, а следующая цель, так как тренд нам показывает нисходящий, то вот следующая цель у нас, сейчас скажу, что-то мне тут не хочет показывать, ну, где-то 102, 870, 102,850, где-то, ну, возможно, и ниже, сегодня на новостях, там, все возможно, поэтому вот такие ожидания, у нас сегодня по паре доллар-иена, посмотрите, еще раз, вверху с цель 104,675, но важно, вот, видите, пробелив, пока что мы держимся выше разворотной линии дня, то есть, возможно, еще мы будем двигаться вверх, еще протестировать, или даже обновить хай вчерашнего дня, 103,974, вот уровень, можем сюда пройти, еще вот где-то на 104,390, 380, и откатить еще раз, к разворотной линии дня, и закрепиться, чтобы пойти выше, ну, а потом на новостях, как говорится, уже конкретно развернуться вниз, не знаю, посмотрим, это относительно пары доллар-иена, ну, и давайте напоследок, бонусом, следующую пару, австралийский доллар, в паре с американским долларом, вот, в принципе, что я и предполагала, если честно, то я эту, вторую половину обзора записываю, уже там, с третьего, с четвертого раза, что-то у меня тут технические, все-таки неполадки, никак не могу понять, разобраться, и вот, видите мы, что нам показывает день, давайте-ка, на днях, на днях показывала, показывает пересечение, что мы развернулись, и идем наверх, то есть тренд стал восходящим, ну, а теперь давайте переключимся на, на пятнашки, вот, посмотрим, видите, мы пробились на открытии, пришли вниз, немножко откатили, практически до линии трендовой, которую мы нарисовали, пробились вверх, волшебный индикатор, к нему откатили, закрепились, и идем, вот, отрабатывать, вот, эту вот цель, это у нас, 761,22, 0761,22, хочу сказать, что здесь достаточно долго бились, так как я записываю, я же говорю с третьего раза, на H1, на таймфрейме, вот, что у нас было, он достаточно долго здесь, времени находился, вот, был такой уровень сопротивления, но мы его пробили, пошли еще раз тестировать, мы развернулись наверх, следующая цель, вот она, где-то 762, ну, и, возможно, даже выше, давайте посмотрим, выше, какой тоже, но получается 762, а следующая цель, если взять такая существенная, повторюсь, на днях, вот она, цель на днях, это 700, явно такая яркая цель, 780, 70, 780, потому что оно, по ходу пьесы, все двигается вниз, ну, следующая после 762, тут следующая цель, вот она, плохо мне тут показывать, почему-то не могу понять, не показывается, это только провести и показать, 765, 28, следующая цель, потом дальше 769, 28, я вам говорю, вот по, и дальше 773, 28, дальше 776, 66, и уже здесь, я уже повторюсь, волшебный индикатор на днях находится, вот такие ожидания у нас, друзья, сегодня по паре, австралийский доллар в паре с американским долларом, ну, а в случае все-таки разворота вниз, то есть мы придем к разворотной линии дня, она находится на уровне 754,37, ну, а здесь уже дорога, как бы, свободно вниз, так что, вниз есть куда, ну, цель внизу, прямо совсем низко, вот, ниже даже вчерашнего low, но цель где-то внизу, здесь сейчас скажу, покажу, так, сейчас, показывает нам или нет, 748,10, 749, где-то 20, вот где-то здесь цель внизу, ну, что ж, друзья, это был обзор на сегодня, пятница, 14 октября, это конец недели, я вам желаю ураганова профита, и приятных, ярких, солнечных, радостных, вообще полных эмоций, полных, всего самого светлого, хорошего, выходных, и благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы, может быть, вы хотели бы услышать что-то в следующих моих видео, какие-то у вас, может быть, идеи, говорите, пишите, я с радостью всем отвечу, я с радостью поделюсь своими знаниями, с вами была Анастасия Час, и пока-пока, до следующей недели, sau раз. До новых встреч! Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...